всем привет ребята ну что очередное видео прямиком в субботу как вы все любите по старой традиции эх и дали вы вчера жару конечно под видео про группу basic элемент 100 ты комментариев особенный конечно там респект с space джеда по-моему ник и анкнул который там просто начали между собой переписку это тоже все продвигает видео блин вообще классно новых людей подописала ников которых я вообще еще не знаю и вот когда такой отклик на твое видео появляется появляется даже желание снять что-то еще для вас выложить вот прям вообще очень круто надеюсь пейджа ты посмотришь видео это про рок-сет про продолжение да почему я говорю вчера ну потому что сегодня четверг я сегодня записываю это видео выложил в субботу в 10 утра ну как раньше и вы всю субботу на протяжении всего дня сможете кому какое время удобно смотреть до видео надеюсь вы и за это видео заведите лайкос и подпишитесь кто смотрит без подписки и напишите много комментариев также если вы хотите поддержать канал заходите в описании к этому видео там есть ссылочка буду благодарен вот ну что ребята а сейчас погнали сегодня у нас окончательный на данный момент на данный день до видео про группу рок-сет закончим надо было уже давно заснять это видео но вот руки дошли только сейчас после классных отзывов в комментариях вчера под basic элемент кстати ребят еще раз повторяю если я и жму лайк там или отвечаю просто смайлом цените это тоже потому что всем ответить одну письменно просто ну нет возможности ну что рок-сет последний выпуск у нас сегодня мы с вами уже посмотрели первый альбом группы рок-сет помните да посмотрели 2 до посмотреть блин посмотрели третий альбом посмотрели 4 и 5 ну и настало время для последних дисков рок-сет который присутствует у меня в коллекции это два диска всего лишь у меня осталось показать вам поговорить о них и вспомнить эти альбомы это конечно же первый официальный greatest hits don't bore us get to the chores рок-сет greatest hits девяносто пятого года и альбом девяносто девятого года have a nice day ну давайте по порядку лучший сборник рок-сет да первый официальный сборник лучших хиту вышел в девяносто пятом году для сборника было записано четыре новых песни здесь они помечены звездочками на трек-листе это june afternoon you don't understand me she doesn't live here anymore и i don't want to get a heart вот такие песни были новинками june afternoon и you don't understand me вообще были популярны you don't understand me вообще одна из моих любимых песен группа рок-сет когда она вышла в девяносто пятом я увидел этот клип блин песню и это был такой прям найти рок-сет опять новая песня рок-сет классно помните когда ждали в те времена выпуске новых песен это был всегда как тут вау круто и вот эту you don't understand me потом ее крутили вот в одно время как у меня был тогда один музыкальный канал за m7 и там значит крутили вот рок-сет кулио гэнкс из парадайс тл си waterfalls туалим это джамп у джои вот там майкл джексон офигенный фит и хит эртсонг да и вот рок-сет you don't understand me а я их очень часто быть очень часто крутили эти песни и очень они мне все нравились до сих пор нравится но и вот этот вот greatest hits кстати говоря вот наверное он у меня первый в коллекции за дисков рок-сет и появился ну действительно собраны все композиции лучше потом выходили у группы рок-сет ну сборники лучших хитов да двойные там не двойные было много уже после да но я считаю что вот этот на одном диске он идеальный классный да действительно вот что еще хотел сказать вылетел из головы да в общем а и до до этого там что-то было там был какой-то сборник типу баллады на испанском ну это совсем мимо я кстати до сих пор не слушаю и вот кстати вообще музыку вот испаноязычную я вообще никак не приемлю для меня это просто ужас это мрак и так далее поэтому те же ремиксы туалим это дионита припев поет на испанском ну блин ужасно звучит я терпеть не могу вот испанский язык музыки даже рэп на испанском есть он еще как-то у кого-то звучит более-менее но тем не менее это латино-рэп называется тем не менее при мне не нравится в общем вышел вот этот сборник 95 год да давайте сразу покажу как он выглядел может у кого-то его нету посмотрят захочет себе приобрести в коллекцию просто так тут все классненько здесь же вот как раз эти пять альбомов до которые мы с вами уже лицезрели на канале ну и буклет толстый буклетик поставим немножко он такой покоцанный с ebay я его покупал давно давно ну и вот давайте листать классное оформление да здесь и я так понимаю что и тексты песен и может не терпеть в общем и много фотографий но толстый буклет как все мы с вами любим когда ты покупаешь из-за его музыку до чтобы это был не только искащий такой буклетик с фотографиями в общем чтоб полностью за проникнуть и насладиться данным релизом ну просто клав вот конечно вот этот сборник рок-сет я вот смело всем рекомендую за иметь в коллекцию очень классный фотографий куча ну вот просто шикарный шло время мы идем дальше шло время мы все свои это 95 год мне 14 лет вам наверно столько же либо чуть больше либо чуть меньше блин вот из-за того что буклет порван его потом сюда очень тяжко вставить нормально чтобы он не разодрался еще больше но мы с этим справились такс 95 год шло время мы все с вами становились старше взрослели заканчивая школы институты училища и так далее кто что музыка менялась 95 год он вообще в плане музыки он был такой переломный до 95 года это все то что мы любим это классный рэп классный рок классные танцевальные ритмы мелодии звуки музыка которые вот да было полно звуков после 95 года все потихоньку начало превращаться в обыденную поп-музыку танцевальная музыка стала танцевальный поп-музыкой не было никакого уже жанра типа техно-рэп как бы тогда называли техно музыки в девяносто шестом седьмом у нас в латвии очень был такой пик прям разгар движение рейв до джангл транс хаос куча рейвов устраивалась там на бывшем заводе ну не заводе от дворце культуре заводов в автомате рейвы проходили где не только не проходили в общем начиная с 95 года музыка пошла меняться как по мне в худшую сторону да ну 95 96 год и даже в какой-то мере 97 год еще что-то скудно добыло потом все пошло провалилось вообще в никуда то есть музыка стала очень типичной танцевальная поп-музыка поп-музыка просто поп-музыка и в девяносто девятом году я услышал новую песню rock set который назывался wish i called fly вот с этого альбома девяносто девятого года have a nice day и я подумал блин крутяк rock set новая песня классно и она вот ну как и раньше такая же вот в стиле rock set это было дико круто потому что в девяносто девятом году появилась мракобесия на поп-сцене на музыкальной сцене в виде бритни спирс виде кристина агиллеры в виде реки мартина энрике глэсс терпеть не могу все вот это вот что было да это просто ужас это бритни спирс как ее крутили с этой дурацкой baby one more time с ее кривым фейсом это просто ужас я не мог это смотреть для меня это просто это был засирание ушей вот то что было тогда это просто кошмар рэп девяносто девятому году сошел на нет сол музыка которую я обожал сошла на нет уитни хьюстон там пела дуэтом с энрике глэсс но это наверно двухтысячном каком-то было точно не помню ужасно отвратительно ужасные были дают кристина агиллера с реки мартина на ли с кем она там пела в общем кошмар на сцену выбилась дженнифер лопес какие-то ее треки слушать можно было какие-то это был просто кошмар в общем музыка опускалась и здесь двадцать девятый год отличнейшая песня от старичков раксы выше ай колд флай ну блин ну вот просто класс вот прям мне на нравилось очень очень сильно да но вышел второй сингл с данного альбома и и второй сингл на песню stars и когда я вот это увидел и услышал а я помню одновременно это как-то я сначала наверно ну как-то вот одновременные клипы и я услышал песню песню может быть чуть раньше по радио вообще даже не понял что это рок-сет господи какое это было разочарование да подумал я и рок-сет туда же в никуда и вот меня песня stars просто так вот рубанула и больше я то что выходило потом у рок-сет не слушал вообще да давайте я сразу покажу вам как выглядел вот этот еще альбом хотя альбом в целом хороший за исключением вот эта песня stars это конечно ну я не знаю абсолютно ерунда не в стиле рок-сет уже что-то сделать такое чтобы оставаться на волне не понимаю зачем народу зашла и так песня выше cold fly было очень популярно ну stars тогда конечно вообще ее крутили она меня бесила в общем мне нравилось вот вот так выглядит диск 99 года года от группы рок-сет под дисковое пространство и буклетик и вот собственно говоря сейчас ну лежим пары диск заразу буклетик все здесь красиво альбом хороший можете слушать смело но вот песня stars меня лично меня она рубанула в том плане что группу рок-сет я больше не слушал и до сих пор у меня нет в коллекции последующего альбома который выйдет вышел в 2001 году как назывался room service из которого вышло три классных хита до real sugar milk and toast and honey еще какой-то был я забыл его название ребята ну простите не помню я же вам все так вот излагаю 33 сингла было да из этого еще был salvation а а вот там был milk toast and honey real sugar ну и вы знаете какая третья композиция была а лёха забыл в общем они классные и альбом мне в принципе нравится я его слушал я слушал и последующие уже потом до альбома рок-сет но вот в плане коллекции у меня все вот вот может быть room service если я увижу за какие-то небольшие деньги я его приобрету но это будет точно вот последнее что у меня будет из рок-сет вот то что у меня есть вот этого для меня вполне хватает а 2001 год эти песни вышли они были классные да real sugar milk toast and honey но они не зашли потому что в двухтысячных это стало просто не музыка а просто ужас первый сингл из альбома вышел как-то по моему там еще весной а потом вышел в июне и вот я для вас сегодня взял планшет и открыл чартик да давно мы с вами так не развлекались короче открыл чар за 2001 год за июнь месяц и сейчас мы все с вами туда окунемся и вспомним что же было популярно в 2001 году мы с вами в основном под 90 сидим и обсуждаем музыку 90 а сегодня вспомним что было 2001 в июне месяце а если быть точнее то этот чарт за неделю 24 06 2001 вот подвели итоги за неделю весь чар читать не буду тут композиция на 50 ну не знаю ну сколько возьмем 20 30 песен ну давайте 30 так уж чтоб вообще проникнуться вы сразу вспоминаете сколько вам было лет 2001 году мне было ровно 20 сколько было вам вспоминайте вспоминайте что вы слушали я думаю многие песни которые мы сейчас с вами вспомним по названию вы может уже и забыли но тем не менее ну что погнали давайте вспоминайте вспоминаем 2001 год июнь месяц что тогда было популярным естественно из англо музыки да то есть не русскую я вообще не знаю чего было популярным 2001 году я не в теме я вообще даже не очень помню что я я слушал что-то те рэп кассеты которые у меня остались но просто ничего не было в общем погнали ну вот давайте с 30 место 30 место у нас в 2001 году в июне занимала группа бэк-стрит-бой с композиции more than that это на последняя композиция бэк-стрит-бой с которым можно слушать но это уже были не те бэк-стрит-бой с которые были в 90 далее идет у нас эра с рамазотти и шер с композиции пью чепуай моей супруге очень нравится песня песня неплохая но кстати у нас и супер как-то не крутили вместо 28 занимала джанет джексон с композиции all for you что такое было легкая попсовенькая вот потом шел чувак идет двадцать седьмое место я утерпеть не мог еще в группе как-то я мог как-то мог утерпеть сольно это для меня кошмар это ронан китинг бывший вокалист группы бойзон с песней love in each day занимал двадцать седьмое место 26 место вот эта песня мне нравилось ее редко крутили но видел потому что мне нравилось это двадцать штое место занимала в к одна из солистов группы спайзгиос а именно эмо бантон с композиции what took you so long мне нравится песня легкая сейчас я даже иногда периодически слушаю вот единственное что пока можно выйти двадцать пятое место это идет человека который тоже сбил гвоздь последний ну и один из последних гость в крышку гроба рэпа хип-хопа это мисси эллиот с композиции супер дурацкой терпеть я не могу get your free cone ужасно затем идет двадцать четвертое место это опять же спродюсированный по моему ронан китином вот этому из бойзона на вокалистом на группа в с лайм с композиции отвратительнейший кавером песня uptown girl кошмар ее крутили отвратительная тоже худший пример бойзбэнда группа весла и в общем терпеть не мог двадцать третье место нелли фуртада с композицией айм лайк бёрд никогда не нравился или фуртадом 22 место дэдди диджей с композиции дэдди диджей вообще не помню двадцать первое место рэперша и и и и из композиции хус дает герл помните да наверно мне тоже не нравилось и и не нравится только первое альбом оттуда композиция гармен была хорошая все остальное фуфу ну вот вы подопаде подобрались уже к первой двадцатке 2001 год июнь месяц двадцатое место фейтласс композиции викон ван окей девятнадцатое место дженнифер лопес композиции play композицию play я еще как-то перевалю затем идет жутчайшая хель это дайда с композиции фэнки терпеть не могу драть затем идет одна из моих любимых соул певиц вместе с братом это был дуэт очень был популярный композиции с на перепета все вы ее прекрасно знаете это бренди эдрей джейс композиции она завдать ну нормально это мне еще как-то как-то я нормально воспринимал это место номер 17 место номер 16 шаги фишин крик рок с композиции it wasn't me я люблю шаги но только блин нету песню это просто ужас утопия место номер 15 терпеть не могу этого вокалиста я вот уверен многим из вас он нравится там ману чао с композицией me gustas 2 место номер 14 занимала группа дэстонис чайл с композиции сурвайл но такое себе группу дэстонис чайл я больше помню по первому альбому потом был сэй май нейм второй бы у меня даже в коллекции есть неплохой но сурвайл ну так но слушалось еще на всем вот этом безуме еще нормально а место номер 13 занимал боссом с композиции ванна миле плаксивая дебильная баллада говничий короче место номер 12 бартес с композиции он зиму название знакомое не помню правда номер 11 мы переходим к месту номер 11 отвратительная композиция с чуваком который сейчас сидит помпасы пожизненный срок до который 90-м пел офигительные рэнби композиции который сгомнялся концу 90-х а в двухтысячных сгомнялся совсем а полностью сгомнялся в наше время то аркели фишинг джей-зи джей-зи один из тех людей которых у которых бил рэп да но об этом следующем выпуске с композиции фиеста отвратительная херня ну и десятка песня которая была жутко популярна которая терпеть не мог это там-то томас фишинг прас прас это один из рэперов группы фью джейс там был вайкл и жен лорин хиллы прас мишель вот прас это есть как раз таки он даст композиции мисс калифорния ужасная хрень восьмое девятое место сара коннер сары коннер были неплохие песни но здесь фишинг тикью был такой какой-то то ли рэпер то ли кто то ли непонятно что да тикью такой чувак у него хорошая была песня в сайт это нравилось остальное все какая-то шняга была ну вот тут дуэт сары коннер с композиции let get back to bed да ну мне не нравилось короче говоря восьмое место группа уиты с композиции тинэдж дёрдбэк была такая да ну как-то была и было место номер семь это еще один гвоздь рыжку гроба рэпа лил бау-вау с композиции бау-вау ужас на шестом месте идет песня которая в риге просто от нее все с ума сходили она звучала из каждой машины я ее терпеть не мог клип терпеть не мог тогда вот было популяризация не металл я не знаю что за стиль тогда вылезли папа роуч лимбискет на волне что там еще было не помню кидрак там и так далее вот одни из таких чуваков это были crazy town с композицией парфлай ужас я как вспоминают открыть эту мелодию меня просто мозг взрывается пятое место супер популярная группа супер я никогда не понимал чем она все на чем это может всем нравиться горилла с композицией клинт истуд даже обсуждать не буду и вот наконец-то хорошая песня на четвертом месте еще одна вокалистка группы spice girls джерри с композицией калором также на супер известный хит 93 года и то есть он не был перепят еще уже в 93 в общем джерри хэрил с композиции it's raining man классный классный клип классный кавер вот респект джерри за единственное солнышко в этой тридцатке да потому что три места остальные полная шняга вообще второе место я чуть даже не помню ну что третье место да переходим прям непосредственно к тройке лидеров занимала группа atomic kitten с композиции hologen ужас это просто блевотина второе вы прониклись в эмоции второе место занимала проект я не знаю группа что это было помню такую сафриду с композицией play it a life за бонго сонг не помню вообще этого просто мимо меня видимо прошла эта песня и мне настолько не нравилось что я даже не воспринял никак ну и первое место еще вроде чувак хороший у меня даже несколько дисков в коллекции ну блин ну нет и песня это опять же у нас только она была попсована и потом кто-то по моему из русских связал а может не из русских в общем не помню короче первое место тогда занимал в июне 2001 года вот в этой непосредственно 7 дневки занимал шегги опять шегги вторая песня в тридцатке fish and cray вон его колледж с которым он еще там пел и в 90-х до с композиции angel помните такую вот такая вот тридцатка было в 2001 году естественно никаких рок-сет хороших песен типа milk and toast and honey дали рил шуга здесь нету потому что здесь есть атомик китон здесь есть гориллас и еще всякие лил бау вау crazy town with us и так далее и так далее в общем вот как то так и рок-сет собственно говоря уже даже с этим хорошим альбомом тогда никому не был нужен многим из вас нравится также ко мне песни real sugar не знаю если у вас в альбом мы в коллекции в общем пишите в комментариях надеюсь это вот была сегодня хорошая такая концовка по группе рок-сет чартом все перенесли сначала там середину 90-х 99 потом 2001 сделали вылазку так сказать ну пишите в комментариях что вы думаете по всему сказанному мной и здесь сейчас для вас видео записываю как играл в четверг в субботу вы его увидите ну и буду ждать от вас много много комментариев лайков делитесь этим видео заходите в описании к этому видео чтобы быть видео чтобы поддержать канал ну а пока пока с рок-сет все ну и пока всем пока до новых встреч до новых встреч